Когда она была там, я поначалу прям безумно скучала, переживала. Потом я поняла, как это сильно важно для страны, для того, что мама выполняет долг. И как она только приехала, мы расплакали. Семья Максимовых на ногах вторые сутки. Они живут в Новороссийске. Встречали Светлану. Около трех месяцев она была в командировке в Сирии в составе медицинского отряда. Муж – отставной военный. Они познакомились в Рязани. Там Светлана училась в медицинском училище. Там же поступила на контрактную службу. О предстоящей командировке узнали месяца за три. Не хотелось, конечно, вот так внутри, чтобы супруга уезжала, потому что страстные переживания за семью. Но выбор, какой военный мы есть, так точно. Но Светлана и сама фактически настаивала на поездке. Большую часть времени российские военные медики принимали местное население. В воюющей стране, помимо проблем с инфраструктурой, нехватка самых элементарных медикаментов. Особенно в отдаленных населенных пунктах, куда снаряжались специальные гуманитарные миссии. Вы не представляете, что там творится. Сколько детишек, как они бегут, как они нас встречают. Как они кричат, вот это их хорошо, Россия, так мы вас любим. Они это все по-русски кричат, и это так, это просто не передать словами. Это надо ощущать. Колоссальный опыт. И я семье сразу сказала, что я нисколько не пожалела, что я туда поехала. У меня не было ни страха, у меня не было переживания за то, что моя семья за меня переживает, чтобы не случилось что-то. За три месяца отряд медиков Анапского гарнизона оказал помощь более чем 20 тысячам сирийцев. Практически в полевых условиях они провели около 500 операций. А в городе-курорте их приветствовали солдаты и десантники Анапского гарнизона, представители военного командования, казаки, кадеты, глава города-курорта Юрий Поляков и его заместители. Награды, а также ценные подарки вручал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Наши деды-прадеды победили коричневую чуму, а вы одержали победу на черной. Вы настоящие герои, герои нашего времени. Мы по-настоящему гордимся вами. Я считаю, что все, что вы сделали в своей жизни, для своего отечества, она будет долго-долго помнится и сегодняшними, и последующими поколениями. Елена Бережная всегда гордилась сыном Монатолия. Тем, что закончил медицинское училище, что послесрочный, заключил контракт. Новый повод для гордости пока укладывается в голове. Вообще мы все три месяца думали, что он в Саратове. Все нормально, мы в лесах. Ну, конечно, подозревали сначала, первые две недели переживали, плакали. Но он успокоил, мам, не переживай, я в России, все нормально. И вот сейчас только, когда видела, сказала, ты, конечно, извини, но я тебя немножечко обманул. Ожидали многого, но, слава богу, все обошлось. Я чувствовал свою ответственность перед Отечеством, перед народом Сирии. Пытался максимально эффективно выполнить свой долг. Медаль Маргелова, первая награда Анатолия, будут ли еще, пока никто не загадывает. У Светланы Максимовой наградные часы от губернатора, так или иначе, отметили всех, кто стоял в строю. Командование считает их миссией успешной, а подразделение готовым к новым заданиям. Александр, Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.